Масштаб празднования Дня города в этом году грандиозный. Мероприятия пройдут во всех районах курорта с 10 по 20 ноября включительно. Первым в серии праздниц станет форум-фестиваль духовно-нравственной культуры Покров. Он пройдет в Сочи третий раз по благословению митрополита Исидора в Зимнем театре. Сочи первый в крае по развитию юно-армейского движения, и 11 числа в Олимпийском парке примут присягу 200 юно-армейцев. 13 ноября пройдет Всемирный День доброты, в рамках которого запланировано проведение четырех акций. Подробная афиша всех мероприятий появится на информационных стендах города. 17 ноября пройдет первая городская премия Золотой Прометей в области гостеприимства, а основные события в честь Дня города стартуют 18 ноября. Это Крестный ход, шествие Кубанского казачьего войска и фестиваль-конкурс Этно-Сочи. На курорте откроют 10 новых туристско-экскурсионных маршрутов, а также сочинцев ждут многочисленные подарки. Основные мероприятия пройдут на площади Флага, улице Новогинская, в Черешневом саду и, конечно, на площади Южного Мола. «18-19-го – это большие народные гуляния. Вот эти все 100 мероприятий будут проходить в эти два дня. И у нас будет впервые. Мы будем презентовать на Книгу рекордов России и будем испечивать большой сочинский Качапури. И это тоже будет на Южном Молу. Это будет особая видовая акция, которая пройдет в 11 часов». Подготовиться ко дню города должны и горожане. Мэр Сочи сегодня объявил о старте недели по наведению порядка. В эти выходные жители всех улиц должны убрать свои придомовые территории. Технику и бесплатную утилизацию отходов предоставят главы районов. Им также поручено заняться вопросом проведения ямочного ремонта во дворах. «Ямочный ремонт надо сделать. Везде сделайте мониторинг. По всем улицам своего района день города, он и есть. Это день улицы. Это день квартала. И, конечно, есть у нас капитальный ремонт, который мы ведем планово, правильно все. Молодцы. Но есть еще и те улицы, которые не будут подвергнуты капитальному ремонту. Но ямочный там сделать ремонт нужно». Кроме того, главам районов поручено провести инвентаризацию дворов. На данный момент в системе ГИС ЖКХ не зарегистрировано 2090 территорий. А ведь это одно из условий для вхождения курорта в федеральную программу создания комфортной городской среды. Она позволит в следующем году привлечь в городской бюджет около 300 миллионов рублей для благоустройства дворовых территорий.